На версии Всемирной боксерской организации и в синий угол Добро пожаловать претендент из Японии, ladies and gentlemen Please welcome to the blue car, the challenger from Japan Nabuhiro Ishida Итак, объявлен выход японского спортсмена И сейчас мы увидим его на своих экранах Музыка, под которую выходит Nabuhiro Ishida Флаг Японии Все, что сопутствует, соответствует поединкам такого ранга, такого значения Бой за звание чемпиона мира Третья защита Дмитрия Пирогов своего высокого звания Кран, что в таком одеянии, национальном костюме Или как-то по-другому это называется Выходит Ищина Боксерский халат Национальный боксерский халат Спокойно, не разбудьте Все по-самурайски Вообще, боксер очень интересный Двенадцать лет назад состоялся его дебют на профессиональном ринге Боксерский халат Он тогда провел все шех мяча шестерандов в бою На четырех раундах И подряд провел три шестерандов в бою полностью Прежде чем в следующем бою выйти на десяти раундовый поединок И там все-таки достичь досрочной победы во втором раунде Опытный, лучше, гораздо больше, гораздо огромное, я бы сказал, количество боев Поведавший все А теперь Дмитрий Пирог Единственный россиянин, который вратеет полноценным Званием чемпиона мира Званием чемпиона, которого он завоевал в Лас-Вегасе И вот удерживает его почти уже два года, чуть меньше В риг поднимается команда Мы видим промоутера Дмитрия из США Ашла Хелула Другие официальные лица И ждем выхода Дмитрия Итак, девушка с российским флагом поймилась в проходе Лидович, чемпион Вы слышите реакцию зала, господа Лидович, впереди российский промоутер Дмитрия Дмитрий Чельников И вся дружная команда Итак, в риге чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Боксер, который не может не нравиться зрителям Боксер, который подкупает свои манеры бокса То, что он делает в риге, это действительно большое мастерство Это даже, я бы сказал, искусство Боксер, который сделал себя во многом сам Человек, который, знаете, может глубоко анализировать, понимать, думать, делать Наивеннейший вывод из всего происходящего А теперь верю Наивеннейший, наивеннейший, наивеннейший Лидович, двадцатые ландомы И первое, ландомы в Киеве Давай, Кимон! Субтитры создавал DimaTorzok Лидович, двадцатого ландомы А теперь верю Называется, верю А consomm 성� В Pork испытатель Россия Россия Р Ассоциация Р Ассоциация Россия Сбор Славься, Отечество! Славься, Отечество! Отечество! Славься, 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 Отечество! 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 Славься, Отечество! Славься, Отечество! Славься, Отечество! Славься, Отечество! Славься, Отечество! Отечество! «Он безwijки». «У wheelie!" Эндика «而довук», посмотрели мы первый раунд напоминаю бой за звание чемпиона мира в среднем весе пирог из шида так вот незаметно прошли первые три минуты вы знаете и вот андрей шкаликов мой коллега по комментарию отметил что дмитрий приучает соперника как бы к однако одни к одному действию до который регулярно проводит но может в этом как раз и есть хитрость чтоб потом приучив его к одному неожиданно перейти в атаку совсем с другого конца вот неплохо в слово прямым попадает час пирог и шида многоударный тоже боксер тоже работает любит работать от защиты и иногда выбрасывает большое количество ударов причем не акцентированно среди ударных бесспорно но среди них может попасться один удар он не ударных там но не ударный да конечно он не панчер это нужно попасть которые не наносит жесткие удары не пропускают такие же жестких ударов но об этом-то и говорит вся карьера решили он еще ни разу не было в нокауте не был техническом нокауте выставил все бои до конца вообще все когда все болельщики и специалисты и все кто пытались сделать какой-то прогноз предрасветить как-то этот бой все думали насколько зрелищным он поет не получится но вот особенно зрелищности мне кажется от этого боя ждать не надо потому что еще до вязки боксер который может долго работать долго держаться и очень трудно найти пробить очень трудно найти такую явную брешь в его защите поэтому здесь надо терпеть терпеть и работать но еще раз скажу что огромный внутренний накал в этом бою конечно может за внешнюю не такой яркостью но внутренняя драматургия очень мощная но думаю что в зале собрались настоящий ценитель истинные болельщики вот началось посредка правой прямой ну а у телеэкранов собрались настоящие знатоки бокса и саму красоту бокса люди поймут люди которые смотрят этот бой здесь более больше тактическая такая сложность не именно ударная мощь сделать правильно подвести боксера к тому что потом начать его побеждать или выиграть неожиданно ну что же неплохо встречает дмитрий и на уходе бьет молодец но я вижу что диме неудобно 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 соперника даже непривычно видеть и наблюдать его в ринге ниже роста как-то так на самом деле вот ну да справится конечно справится я уверен и мы это знаем дима со своим соперником с этими сложностями и сделает поставить бой так чтобы от раунда к раунду наращивать преимущество и ярко закончить этот бой поединок вы все уже конечно наслышанно читали о том что было на взвешении когда японский боксер не смог уложиться в вес он напомним семьдесят два с половиной килограмма лимит этого веса так вот он весил на 500 граммов больше дали ему на это два часа он вернулся и скинул даже гораздо больше чем надо было окончательный вес в итоге весы показали 71 килограмм 700 граммов под дмитрием пирогов и окончательный вес ашиды был 71 с половиной но конечно трудно боксером вот такого роста такой конституции очень трудно конечно делать вес да и я знаю что дима пирог обычно весит где-то под 80 килограммов но как я и уже говорил очень скрупулезно он подходит к своей подготовке но в этом всякий села и в этом возрасте спортсмен уже сгоняют немало менять категорию поздно и нужно оставаться в этой поэтому сама подготовка к бою занимает очень много времени здесь несколько компонентов и физическая подготовка и общая физическая и специальная подготовка из гонка веса в том числе причем безболезненно самому поединку а мы знаем что постальные поединки состоят особенно титульные из 12 раундов и нужно подойти к пику вот в пику формы к началу боя к первому раунду что тишина такая повисла в зале идет игра настоящая игра знаете ну вот еще раз говорили мне хочется видеться что именно это туда будет последним сейчас не это грызаются знаете безусловно конечно он будет огрызаться вот надо разобраться в этих его атаках которые вдруг начинает проводить ловить почувствовать начало вот этих действий японца через какое-то время когда он третий четвертый пятый раз не знаю пойдет в такую атаку на этом его надо ловить и заметил японцы как-то неожиданно выступает агрессия динамика это видно по глазам он еще на начиная действовать более активно потом как также активно перестает это делать и тогда уже дима снова набирает обороты и вот снова этот момент агрессии успокоил его россиянин сейчас начинает показывает сильными ударами и такой сложной защиты сложный для соперника защитой обрабатывает боксера с двух рук с разных сторон и боксеру приходится все чаще и чаще поднимать руки чтобы не пропускать удары а потом упустив какое-то время для атаки уже догонять и тогда уже делают ошибки вообще конечно главный результат но эстетика боя эстетика победы конечно для дмитрий пирога тоже стоит не на последнем месте потому сейчас очень неплохо провел на серию пытается реваншироваться и шида бесспорно это победа архии важно но дима понимает что это не самый главный бой в его жизни самое главное впереди отличается бой вот он правопрямой с австралицем гилом когда можно будет объединять уже пояса в миллиметре буквально в миллиметре пролетает правый тяжелый кулак дмитрий хороший раунд в исполнении пирога мы с вами посмотрели друзья начинает он начинает ловить свою свой бой что же трехминутка была хорошая дмитрий начал уже раскрываться по большому счету можно так сказать во всяком случае те загадки которые он сейчас поставил перед своим соперником они уже поставили в какое-то такое неловкое порой положение и шину посмотрим что в ответ предпримет я имею ввиду японского боксера но думаю что все должно идти сейчас по нарастающей со стороны пирога не надо форсировать безусловно не надо бежать впереди паровоза надо четко делать свое дело но еще раз скажу что вот эта красота бокса на последнем месте никак не стоит у дмитрия когда с ним как-то разговаривал а у нас было много бесед он сказал что конечно хочется быть чемпионом хочется быть непобежденным но для меня главное после того как я уйду с ринга когда повешу перчатки на гвоздь чтобы люди говорили не только о том что он был пирог который выиграл был чемпионом а чтобы вот такой пирог который показывал такой бокс который вам запомнился вот посмотрите несколько раз сейчас пирог атаковал левый снизу и сбоку все удары дошли до цели не сильные такие знаете такие пробные что ли вот еще не вкладывается пирог до конца в каждый этот удар он готовит он готовит самую главную свою атаку будет это одиночный удар или это будет затяжная серия или серия с двух-трех ударов я ничего не знаю но она обязательно будет это обязательно придет не верится мне чтобы дима все таки боксировал этот бой и выиграл его все 12 раундов мне видеться мне кажется мне хочется чтобы никто не исключает чтобы дима закончил этот бой нокаутом почему ярким как он привык это делать как мы привыкли это видеть но давайте тут же вспомним его первую защиту против аргентинца бассиеля которая была в екатеринбурге да в прошлом году это прибил был примерно такой же запенник но более что ли такой дерзкий более ударный и резкий и у дмитрия была травма который никто до боя не знал да тишина и в том и в том углу я говорю про секунданта неплохо снова попадает дмитрий что-то пытается реваншироваться тут же он ни одной атаку в общем-то не оставляет за собой пытается пытается все-таки ответить пытается отыграться ну ишида непростой боксер и он такой несмотря на то что он стоит в боксерской стойке он очень такой знаете неудобный он как-то атакует чуть ли не из-за плеча и вроде бы бьет этой рукой а это кажется замах другой уже снова неплохо играючи вот так вот делал к два подряд левых прямых со стороны дмитрия очень даже неплохо но все равно надо не забывать о защите зал подхватывает сейчас еще поднял темп и дмитрию стало тяжелее ему стало еще более неудобно с таким высокоростным спортсменом которого попасть то сложно особенно нокаутировать ну вот сейчас наступает такая мертвая точка я почему-то думал что она будет в пятом раунде нет она оказалась сейчас возможно на мягкий перейдет в пятый а дальше уже будет намного интересного ну вот неплохо в конце очень неплохо у японца руки на 5 сантиметров длиннее чем у нашего боксера ну собственно это вот соотношение роста длины рук и дает то какое-то небольшое что ли предварительность даже так можно сказать преимущество да вот так колдует над японцем его секунданты и тренеры прямо склонились они очень низко что-то ему говорят и что-то делают на лице ну комиссар матча стоит и он все контролирует а первые слюзы норма здесь в углу более-менее спокойно я говорю про я послужил я не говорил виктор петро тенка своему подопечному вы знаете он сказал еще больше похитрее похитрее показываю удар в печень не застаивайся да непростой соперник и шида вы знаете я посмотрел отрывки его боев я изучил статистику его поединков и почему-то для себя принято решение что он для пирога вообще не представляет никакой угрозы и вообще никакого секрета и даже в одном из интервью я сказал что победа пирога безоговорочно ну как минимум 95 процентов нет но в общем на деле все по-другому посмотрите я тоже верю и я успею он не проигрывает эти рамки конечно но я думал что все будет намного легче так все очень непросто посмотрите бой практически равный чуть-чуть пирог в каждом раунде сейчас он попал несколько ударов еще один правый прямой но вот таких правых прямых левых боковых уже немало пропустил и шида пока еще чудом стоит голова откидывается знаете может быть таким образом он смягчает силу удара безусловно как бы не напрягаясь не принимая удар в себя убирая подбородок в последнюю очередь или расслабляя его последний бой который еще до проводил вот тоже недавно совсем против пола вылимся и который суде очень-то в том бою безоговорочно победу отдали во всех раундах его соперника на самом деле все было не так просто американский ринг вы знаете не шизе трудно там конечно завоевывать симпатии но тем не менее этот счет абсолютно не соответствовал во многом не соответствовал тому что происходило время но вообще-то у него есть опыт выступлений сша и в мексике ну совсем недавно он стал это делать до этого добрался и поезда был успел поездить набрал опыт а для этого ведь надо было отказываться вот например сейчас он отказался от японской лицензии понимаете потому что в японии признают только WBC и WBA если я не ошибаюсь вот эти две версии а ему же надо выступать ему надо в конце концов заработать деньги выходить на большие детали он должен он должен стать чемпионом да ему не важно в какой из этих версий он мечта любого боксера начали стать чемпионом потом попытаться стать абсолютным чемпионом но вот поэтому чтобы поехать на зарубежные ринги и попытаться счастья в других версиях он отказался от своей родной японской лицензии и теперь вот ищет здесь шансов ищет победу да немножко затянулась такая вот такая программа и вот немножко отквитал под конец раунда японец те пропущенные удары своим темпом своими несильными ударами но выбросил он очень много ну и под конец этого раунда зал прийти но сейчас мы услышали аплодисменты овации все подгоняют немного подгоняют и надеяться на что-то скоро и очень ярко ну что ж вот перерыв посмотрим замедленные повторы пятого раунда это начало самое начало когда дима прессинговал пошел плохо первый удар в туловище попал и вот переводит наверх вы видите да нет все пока нормально здесь вот пропускать и надо потом он начал пропускать под конец уже раунда под конец пятого раунда ну а что же будет в шестом давайте посмотрим как я сказал мертва . должна уже пройти и должен уже получиться открытый бокс а в открытом бое пирог бесспорно сильнее у димы есть неплохая комбинация когда он начинает на таком длинном шаге подходит к сопернику и начинает не с левой руки как правило от сильнейшей правой сразу переступает правой рукой и стойкие правши уже добавляет очень интересная комбинация но пока мы еще ее здесь не видели взорвался небольшой атакой японский боксер но все по защите а вот сейчас левый прямой такой тычком прошел между перчаток ну что я пытается под разными углами нащупать брешь в обороне соперника пирог вот именно его такими несильными ударами непонятными сериями такими кошачьими движениями расположить соперника раскрыть свое самое болевое или уязвимое место и мощным ударом атаковать но не сдается ишида вроде бы не его это территории вроде бы весь зал нет но терпеливый боксер вот эти джипы которые проходят да еще раз скажу что каждом раунде два-три удара таких явных со стороны пирога все-таки достигают цели но пока это в общем внешне хотя бы на чуду не очень-то влияет и он все терпит пытается каждый раз взять реванш после малейшей неудачи не всегда это получается но темп боя поддерживает если видом показывает что не собирается сдаваться никоим образом ну знаете такое чувство как будто его пирог не в самой идеальной форме вот сейчас скорее всего это потому что соперник серьезный и он очень неудобный и и те наработки которые раньше переносили легкий успех сейчас они просто-напросто не проходят как быстро пролетают раунды и только вроде бы стучал молоток заканчивается пятый уже шестой раунд вы знаете но еще раз скажу что очень интересный бокс мы с вами смотрим и зрителям это нравится с концов к самому пирогу под приветствовал он зрителей и поприветствовал себя как бы немножко так завел перед тем как сесть на табуретку в красном углу интеллектуальный бокс то что пирог всегда показывает своих поединках вот сейчас он особенно ярко стал раскрываться ну что надеемся чем дальше тем больше но половина боя позади сейчас начнется самое интересное я почему это вот уверен мы это уже боковой удар мы смотрим в исполнении дмитрия пирога из уходит он сразу в сторону и вниз ударов и жида пропустил уже немало и справа и слева и вот рано или поздно то должно накопиться вот это вот именно посмотрим посмотрим но во всяком случае по очкам пока все в порядке по очкам пока в порядке бесспорно вот я слышу что же кричат зрителей зала нужна победа 9 мая не за горами ну по крайней мере но вы знаете молодец дмитрий пирог что не заигрывается не пытается пойти на поводу эмоций до эмоций зала первую очередь он делает свое дело так как он должен это сделать спокойно размеренно четко исключив большую долю риска все правильно потому что у всех еще на памяти бой который исмаил силах проиграл совсем длинный боковой бою с денисом врачом вы всегда одерживал безоговорочную победу заигрался потерял концентрацию проиграл досрочно я вот только сейчас заметил судью который сделал какое-то непонятное замечание и в общем-то и видно не было потому что вы проходит чист такой чистый бой мануэл мари плау как зовут этого рейтинг вообще был неплохой пинтить начал и пинтить начал Ишидов не было продолжения атаки со стороны пирога а саперин был раскрыт он был даже не был готов вот снова встреча ты хороший вот да все больше и больше наступает пирог и делает все правильнее и правильнее то что он должен делать да вот его манера сейчас он поймал легкий кураж и он должен продолжать и показывает свою сопернику что все это ему нипочем ну 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 не надо пропускать такие удары пропускать и делать такие движения тут этот ортисизм он не нужен совершенно вот неплохо только слишком как-то коротко без замаха но попадая вообще ничего же не мешает сейчас пирогу ударить жестко я знаю как он бьет вообще без замаха только на длинной руке прямо от отбородка длинный длинный прямой примерно так же как он нокаутировал своего соперника когда выиграл титул чемпиона но чего-то он держит все таки не может он переступить ну знаете а может все таки четко следует вот тому плану на поединок который он и Виктор Петраченко выработали на этот бой посмотрим в преддверии восьмого раунда смотрим что происходит в углу и наблюдаем замедленный повтор вот это атака Дмитрия Пирога посмотрите и хороший удар левый боковой точно ложится в челюсть Лешидо пытается контратаковать все спокойно было в углу у Пирога все по-рабочему штатно я бы сказал да вот эта четкость Пирога она не говорит о том что он все делает правильно когда он становится более разнообразным когда он начинает заходить за своей левой ногой за левое плечо соперника начать крутить соперника и мучить его своими финтами уклонами атаками и вообще действиями а потом еще и ударами вот тогда это приносит ему больше успеха и тогда это нравится публике это именно то к чему привыкли уже мы к этому красивому боксу Дмитрия ну и естественно нужны уже нужны уже мощные тяжелые удары да бесспорно эти легкие атаки они приносят успех но все все таки ждут более такого чего-то тяжелого я думаю все это еще впереди мы все мы с вами увидим ну почему я так много говорю об этом потому что сам предвкушение как наверное и многие и многие и многие и многие которые сейчас у телезрителей там на родине у Дмитрия в Краснодарском крае в Тиморюке где живут его родители в Геленджике где он сейчас сам живет да и в Краснодаре где у него уйма почитателей да и во всей стране конечно да затянулось что-то ну бесспорно устали споросмены нормальный нормальный посмотрите на каждой на средней дистанции на ближней дистанции на ближней мы видим много разнообразных действий я почему-то жду от него несколько большего и все ждут этого ну как и зрители зале которые начали сейчас скандировать но не надо вестись не надо надо делать четко четко свою работу исследовать тому плану тому курсу который выработан потому что Пирог посмотрел много боев Ишиды в записи очень много он даже смотрел некоторые его спарринги рассечение у Ишиды посмотрите-ка над правым глазом ну вот есть цель есть куда метить естественно это бровь правая бровь Ишиды неплохо в защите сейчас отработал Дмитрий перекрыл все атаки соперника Геленджик 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 тут есть болельщики и сроки нас ждет одна треть всего поединка восемь раундов позади А мы смотрим замедленное правто вот так вот тот момент когда я сказал что защита Димы была на месте и тут же переходит он перехватывает атаку соперника и идет сам вперед всегда неплохо удавалось ну знаете несмотря на то что Ишида проигрывает пусть проигрывает не сильно чуть-чуть он нисколько не сдается да нет он полон желания поменять знаете всякое бывает в бою и вроде бы боксер боксер он делает что-то такое или неординарное или подчас неожиданно отказывается от боя или как-то бьет головой там не знаю локтем ну хоть что что в такой у соперника но насколько уже насколько сделать по максимуму позволит в этом и весь вопрос и вся загадка в этом говорит добром на прямых левый точно в голову Отличный сейчас правый, такой полупрямой, полубоковой. Только жалко, он попал в лоб. Но вот еще два удара точно прилетело в цель. Пора уже усиливать все-таки огневую мощь. И тяжелее готовить тяжелый удар для атаки. К этому уже созрел Ишида. Или несколько ударов. Но вот, как я и говорил, правый, прямой или боковой, все-таки он просится. Знаете, вот, ну, несмотря на то, что, конечно же, длина руки у Димы короче, но он достанет. Вот сейчас боксеры стоят совершенно рядом. И он достанет правым, боковым. Или правым, прямым. Ну вот, зал скандирует, просит. Естественно, болеет за... Слово, неплохо, по-моему, кульминация приближается, Андрей. Завелся Ишида. Ну, а куда ему делаться? Стало чуть более рискованнее действовать. Этим надо воспользоваться. Ну, как грамотно Кэттман убрал, вот, точно был удар в подбородок, правый, прямой. Вот, Кэттман убрал рассечение практически полностью с правой брови Ишиды. Я думал, что это поможет немного пирогу, как бы, обозначить цель и ослабит соперника. Нет, этого не произошло. Но хорошая челюсть у Ишида, вы знаете, держит. Да. Очень здорово держит. Ну, видел угол японца. Рассечение, да, оно не смертельное. Тем более, под конец боя, я думаю, что оно не будет решающим фактором в этом поединке. И вот заметный повтор. Давайте внимательно посмотрим. Прямой, левый и тут же второй до гонки. И вот этот правый боковой, который вы отметили. Вот он. Здорово. Чего не скажешь. Десятый раунд, раунд 10. Японец понимает, что время у него осталось уже немного. Нужно форсировать события, делать что-то серьезное. Вот так же вкладывается в удары, Дмитрий. Значит, может. Он же все рассчитывает. Он все считает в бою. Недаром начинал свой путь вообще в спорте. Он шахмат. Отлично. Не ожидал Ищида такого начала раунда. И стал погнал нашего боксера вперед. Ну, он все сам прекрасно понимает, чувствует. Да, Ищида немножко растерян. Сейчас уже не пытается ответить атакой на атаку, а просто пытается как-то перекрыться и выстрелить. Но он пережидает. Он пережидает атаку пирога, чтобы саму пойти вперед. Но вот он начинает это делать. Но пока безуспешно. Ну, да и силы уже не есть. Извините, пожалуйста. Снова прямой левый. Хороший джек в этом бою демонстрирует пирог. Чудом сейчас ушел в сторону и вниз японец. Но преимущества Дмитрия становятся все больше и больше. Да даже не столько по количеству удара, а сколько по саму характеру боя, да, который... В той фазе, в которую он перешел. Ну что? Опять небольшой затиши перед бурей. Последняя минута 10-го раунда. И впереди нас ждет два чемпионских раунда, самых сложных. Ну вот, неплохой удар в печень. То, что Дима немножко прижал соперник ниже в пол, так это сам соперник не давал. Он сделал опасное движение головой. Судья сделал легкое замечание. Бой продолжается. Так. Разошелся что-то японец. Пошел вперед, стритки. Ну... Вот такая пауза. Ему на самом деле дико цели. И вот концовка. Сейчас будет гонг. Все по плану, все здорово. Какую-то вот уверенность почувствовал уже и зам в действии Дмитрия. И сам он всем своим внешним видом показывает, что все идет по плану. Все идет так, как надо. Вообще, давайте еще раз хочется подчеркнуть, конечно, вот... Тот потенциал интеллектуальный, который присутствует всегда во всех боях. Вообще в творчестве, в боксерском творчестве, в спортивном творчестве Дмитрия. Молодец, все это он умеет сделать здорово. И вообще перфекционист по своей натуре, он всегда стремится достичь максимума. Чем бы ни занимался. Даже если вспоминать его любительскую карьеру, ну не совсем... Вообще любительский бокс, начало нулевых годов, это была еще та песня, конечно. И все настоящие яркие боксеры могли пробиться по тем правилам, по тем условиям, которые был на тот момент. Дима лучше хотел поехать на Олимпиаду, очень хотел сделать это именно в Афинах в 2004 году. Но тренировался здорово, заканчивая институт физкультуры в Краснодаре. Но видно, это было не его время. Причем с дипломом, с красным. Не его, потому что не смог он, конечно, дойти до этой планки. Не смог он, потому что впереди стоял другой боксер, который мешал ему на чемпионатах, в полуфинале, в финале чемпионата России. Но не поехал, зато он показал себя... Особенно лица боли Дмитрия упирает. Да, мы наблюдаем за боем, мы все прекрасно сами видим, понимаем. Да, вот на каких-то... Все-таки мастер защиты еще, да. Еще раз я убеждаюсь в этом. Боксер, который не дает себя ударить. Главное для него уйти от удара, нежели попасть. Поковые удары доходят до цели слева, а теперь справа. Прямой, правой. Да, накалилась обстановка. Устали уже, устали боксеры. Начинается последняя минута предпоследнего раунда. О, хороший прямой с дальней дистанции до подхода. Это был не сильный удар, но очень точный. Очень точно-то голова откирла с собой. Да и вообще очень много точных ударов, но не сильных почему-то. Почему-то не вкладывается Дима на 100% в каждый удар. Даже на 80% он не вкладывается. Созревшая слива сама упадет сверху. Но суши до этого ждать не надо. Ну, это слива такая, она может не упасть. Еще что-нибудь сделать под конец неприятно. Поэтому... Здорово. Ну, вот как только больше активных действий и более жестких начинает делать пирог, вот тогда у него все получается. И тогда на грани получается его соперник. И он начинает рисковать или делать ошибки. Сейчас будет гонг. Ну, неплохо, неплохо, неплохая танцовка. Красиво. Зрителям нравится, думаю, что всем, кто сидит сейчас у экранов, все вы тоже получаете удовольствие, друзья. Что ж, мы видим японцев. Я слышал, что с ошибкой приехала супруга. Да, похоже, что это супруга. И вообще с ним приехала большая команда. Это тренеры, помощники, менюшеры. А это говорит о том, насколько серьезно они подошли. Да, секунданты и так далее, и так далее. Давайте посмотрим сейчас фрагменты минувшего раунда. Вот этот левый прямой, и сейчас будет правый. Ну, невозмутимо на все это взирает супруга. 12-й заключительный раунд. А уверенный в себе Дима продолжает доминировать. Последний раунд объявил ведущий. Как-то незаметно пролетел бой, да? 11 раундов позади. А мы все ждем, знаете, все ждем яркого начала. А так незаметно уже его окончание. А вот хороший, надо продолжать. Добивать, добивать. Дальше, 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 дальше. Вот это да. Вот это начало. На ногах уходит, и сюда на ногах уходит. Вот почему Дима не делал этого раньше. Прекрасно пробил он несколько жестких точных ударов. Мне показалось, что Ишида оказался на ногах. Все-таки вытерпел. Выстрел, не упал. Нет, я еще расскажу. Челюсть у него. И вот сейчас пошел вперед сам, посмотрел. Ну, это попытка отыграться, безусловно. Но хорошая челюсть у Ишида. Да, вообще, Династрова самый интересный. Сознательно сделал шаг влево, ушел из опасной ситуации. Конечно, конечно, бесспорно. Но вот, если честно, я вот этого ждал с первых секунд боя. Ну, первых секунд. Это было, наверное, трудно сделать, Андрей. Наверное. Что же. Это же просали бокс, и бой за звание чемпиона мира. Да, вот сейчас получилась пауза. Намахались оба. И Пирог, и Ишида. Потратили силы, конечно же, по окончании боя. И так все много. И сделать такой спор. Андрей, не забывайте, Ишида еще не падал на настел ринга. За всю свою длинную карьеру. За всю свою карьеру не упадет. Потому что я поверил в это в начале 12-го раунда. И обратился. Пропускает, посмотрите, пропускает. Куда же держится, стоит. За нашим комитетом месте. На месте я просто встал, подпрыгнул, что нельзя делать. Но вот все-таки бой опять встал в ту корею, в которой он был. Все предыдущие раунды. И я надеюсь, что будет что-то яркое и неожиданное в этой последней минуте боя. Ну вот, так и просится правый прямой. Ну так и просится. Ну просится, но Ишида же уходит. Ну уже видно было, что он каток этого удара. Было несколько моментов, когда Дима упустил. Он как почему-то не нанес. Ну что же. 30 секунд до конца. Вот он левый покололит. Еще. Есть шанс. Кринчует. Японец кринчует. Осталось 20 секунд. Похоже, этот бой, он устоит до конца. Все встали со своих мест. Напряжение достигло максимума. Концовка 10 секунд. Не знаю, друзья, но бой красивейший, на мой взгляд. Я ничего не могу сказать. Браво. Браво, Дима. Молодец. Да, вот такое яркое окончание. Не выключайте телевизоры, уважаемые любители бокса. Но сейчас будет яркое награждение. Я немного насторожился. Почему? Сейчас вы это поймете. Ну что же. Давайте услышим счет судейских записок. Я понимаю, чего вы описываете, Андрей. Отдавали ли некоторые судьи раунд или может быть два раунда его сопернику? Честно говоря, я этих раундов не видел, если честно. Я тоже не видел, но бой так быстро пролетел. Вы правильно сказали, Борис, что всех раундов в отдельности, в мелочах я сейчас вспомнить не могу. Казалось бы, да, 12 раундов. Но даже перед началом 12 раунда я еще подумал, а какой сейчас раунд будет? И только когда они пожали друг другу руки, тогда я понял, что это будет последний раунд. И самое интересное то, что мы даже не смотрели на этих девушек, которые носили нам таблички и показывали, какой же сейчас будет раунд. Мы наблюдали за боксером, за красным-синим углом, что там творится. И во время поединка именно за самим поединком. Ну вот эти яркие моменты последнего раунда. Вот он, этот самый, наверное, тяжелый, сильный боковой удар. И вот тогда как раз чудом устоял Ишида, хотя ноги не подкосились. Все больше и больше народу поднимается в ринг. Вся команда пирога хочет быть здесь рядом с ним в этот яркий и радостный для него момент. Ну, в углу у Набухира Ишида особо паники или трагедии особо не чувствуется. Хотя, конечно, все расстроены. Ожидали они от своего боксера большего. Но, вы знаете, он сделал все, что мог, чтобы проводить такого уровня бои здесь, в России. Ему большое спасибо. Ишида стоял, слава богу, для Ишида, для его команды. Человек из мира бокса. Это просто меценат. Ему большое спасибо за поддержание профессионального бокса в России. Это дорогого стоит. Войдет в историю. Ну, он поблагодарил соперника за то, что он приехал и дал ему этот бой. И за то, что этот бой получился таким интересным. Ну, что, сейчас нас ждет официальный вердикт этого матча. Мы услышим счет. Ну, вот очки уже посчитаны. То есть, вот этой пневматической пушки, или как это можно назвать, которая стоит буквально рядом с нами, которая должна произвести залп вот этим светлым конфетти, который опустится на ринг. Я вижу, президент федерации бокса, профессионального бокса Виктор Петрович Агеев заходит в ринг. И сейчас будет награждение. В начале объявления победы. Да, награждение. А я скажу, что после того, как рефери поднимет руку Дмитрия Пирога, и ему снова наденут его же пояс, наш ведущий сегодняшнего вечера Дмитрий Стойков поднимется в ринг и возьмет интервью у победителя. Судья Вагона Егинс, 119-109. Джордж Лагеринс, Соррент, 192-109. Судья Маве, 117-101. Да, вот этот сувейт все-таки два раунда, даже три раунда. И судья Мэфис, 120-180. Вот эти 20-180, вот это абсолютная победа. Нашему боксеру Магар Эдинс, все три судьи единогласным решением судей, вновь чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, объявляется Дмитрий Ирог. Это праздник, я вам скажу, что творится в зале. Вот это да. Настоящий золотой дождь. Это золотая победа нашего чемпиона. Итак, для вас с большим удовольствием работали ваши комментаторы. Андрей Шкаликов, Борис Кребко. Мы прощаемся. Смотрите бокс, смотрите такой великолепный бокс. Держите удар, друзья. Все у вас будет замечательно. До встречи, друзья. Снова селегавитатуру Денисову Стойку. Спасибо, друзья. Мы работаем в прямом эфире. Продолжаем работать в прямом эфире «Россия-2». Дмитрий. Дмитрий, поздравляю вас с победой. Мы попресим вас в прямом эфире «Россия-2». И я уверен, что сейчас толпы поклонников ваших принули к экранам телевизоров по всей стране. Что можете им сказать? Как себя чувствуете после этой победы? Все ли получилось в бою? Преподнес ли вам соперник какие-то сюрпризы? Или вы все сделали, что наметили? Спасибо. Да, самое главное. Все, что я планировал вместе с командой. Большое спасибо команде. Сделали на пятерку. Более того, я говорил неоднократно, что это очень и очень неудобный соперник. И программа номер один была. Не просто зрелищный бой показать. Чего хотелось бы, конечно, в России сделать. А прежде всего выиграть. Потому что намечался, я говорил, что не хочу опережать события. Но уже бумаги на руках находятся. По поводу объединительного боя с Даниилом Гиллом из Австралии, который Романа Кармазина нокаутировал в свое время. Такая договоренность уже есть. Осталось только подписать бумаги. И буквально после этого боя я планирую поездку в Америку и, скорее всего, в Порто-Рико с WBO президентом еще встречаться. И я надеюсь, по крайней мере, на сегодняшнем этапе, 90%, что бой состоится. Потому что есть и заинтересованность с его стороны. Поэтому я хотел бы, чтобы это все получилось. Не хочу вас поздравлять с намеченной, конечно, датой. Как только подпишется, в прессе сразу будет обнародовано. И я надеюсь, вы все будете болеть за меня. Спасибо. Еще бы. Еще. Отдельное спасибо. Хотел бы, конечно, передать моему промоутеру Кириллу Пчельникову, с которым мы изначально и до конца идем вместе. Это тот человек, который не зарабатывает с этой деятельности, а только вкладывает. Это меценат с большой буквы, которых в последнее время было очень мало, но становится все больше и больше. Я рад и счастлив, что благодаря ему осуществляется мечта и моя продолжать профессионально заниматься. И многих-многих ребят у нас в команде. Поэтому побольше бы таких людей. А такие люди уже есть в России. И у нас будет процветать не только бокс, но и все виды спорта. Не только единоборства, но и игровые. Спасибо всем. Дмитрий Пирог, российский чемпион мира по боксу WBO в среднем весе. Дмитрий Пирог, российский чемпион мира по боксу WBO в среднем весе.